Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В Казанском Кремле прошла торжественная церемония вручения государственных премий Республики Татарстан. В Казани прошло торжественное открытие второй школы 21. В Казанском федеральном университете выступил генеральный консул Республики Узбекистан. В Казанском Кремле прошла торжественная церемония вручения государственных премий Республики Татарстан. Все подробности в нашем следующем сюжете. Ученые Татарстана вносят весомый вклад в развитие современной российской науки. Научные школы республики имеют мировую известность и пользуются авторитетом. Об этом заявил президент республики Татарстан Рустам Мениханов на торжественной церемонии вручения государственных премий республики Татарстан в области науки и техники государственных наград республики. Мероприятие прошло в Казанском Кремле. Рустам Мениханов напомнил, что недавно в республике был сформирован научно-образовательный центр мирового уровня, который объединяет научный потенциал вузов. Когда различные явления прочности, устойчивости, колебания, устойчивости, прочности при различных нагрузках, динамических всяких происходят, то всегда находится то, что не сделано. Вот я когда поступал в университет, меня и привлекла механика, потому что это не только теоретическая наука, есть теоретическая механика, есть много других механик. Президент Татарстана вручил государственные награды республики Татарстан. Всего было отмечено 19 человек. Также на награждение присутствовал ректор Казанского федерального университета Ишат Гафуров. 6 февраля состоялось совместное заседание Президиума Госсовета и Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию с участием главы государства Владимира Путина. Достаточно откровенно обсуждались проблемы, тормозящие развитие науки и образования в стране. На совместном заседании Президиума Госсовета и Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию с участием главы государства Владимира Путина обсуждались проблемы, тормозящие развитие науки и образования. Владимир Путин отметил те проблемы, которые необходимо устранить. И многие средства массовой информации выделили одну из главных проблем образования страны – сверхконцентрация вузов в Москве и Санкт-Петербурге. Речь также шла об увеличении числа бюджетных мест в российских вузах на 141 тысячу к 2024 году, на что будет направлено дополнительно 70 миллиардов рублей. Один из важных моментов – то, что Президент также отметил необходимость предоставления возможности регионам самим финансировать региональные вузы. Прозвучала и тема резонансная для СМИ про ликвидацию вузов-пустышек. Вспомнили давнюю проблему об отсутствии должного конечного результата учебы в аспирантуре в виде защищенных диссертаций. Много было различных предложений со стороны глав регионов, в том числе и по проблемам академических обменов между вузами. Владимир Путин коснулся и темы необходимости сделать образовательные стандарты более гибкими, чем сейчас они есть. Уже давалось поручение предусмотреть возможность для студентов после второго курса менять образовательную траекторию, проходить обучение по смежным направлениям, что позволит студентам получать как фундаментальную подготовку, так и целый набор необходимых, современных, востребованных компетенций. Буквально недавно мы провели социологическое исследование в университете, опрашивали порядка 4000 студентов. Это очень большая выборка, она репрезентативная. И мы видим, что действительно после второго, в начале третьего курса, в основном это третьи курсники, которые были опрошены в декабре, они показывают очень высокую заинтересованность в смене направления подготовки. То есть им интересно попробовать в том числе что-то другое. Это понятно на самом деле, потому что мало студентов, которые приходят на первый курс бакалавриата с уже очень четким представлением, кем они хотят быть. На открытии школы 21 председатель правления Сбербанка Герман Греф и президент Республики Татарстан Рустам Миниханов подписали соглашение о сотрудничестве между Сбербанком и правительством республики. Все подробности в сюжете Лилии Баталовой. 6 февраля Сбербанк и правительство Республики Татарстан открыли в Казани вторую школу 21. Торжественные церемонии открытия школы принимали участие президент Республики Татарстан Рустам Миниханов, президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, представитель школы 42 Оливье Крузо, руководитель школы 21 в Москве Светлана Инфимовская и руководитель Казанской школы 21 Айрет Хасьянов, который ранее заведовал кафедрой Высшей школой информационных технологий и интеллектуальных систем. Также на открытии школы 21 присутствовал ректор Казанского федерального университета Ишат Гафуров. Культура сегодня без цифровизации или другие представить невозможно. Поэтому у нас большие планы. И то, что в нашей стране есть такой оператор всех вот этих платформ, Сбербанка, она не сможет никто сделать платформу. Школа 21 – образовательный проект Сбербанка, который дает возможность получить бесплатное образование мирового уровня в сфере программирования. Соглашение направлено на развитие и внедрение цифровых технологий на территории Татарстана в приоритетных отраслях экономики и социальной сфере. Школа 21 – это конкретные технологические стыки, которые здесь можно осваивать, конкретные компетенции из области разработки. И это другая форма обучения. На самом деле нету единственно правильной. Почему мы проводим такой тщательный отбор бассейнистов? Дело в том, что такая форма подходит просто не всем. Дело не в том, что они глупые или бездарные. Просто в том, что именно такая форма им не подходит. Но есть другие формы, в частности университеты. Лилия Баталова, Фарид Захит Аглы, Универньюз. 7 февраля в Казанском федеральном университете выступил генеральный консул Республики Узбекистан. Подробности смотрите далее. В Институте международных отношений Казанского федерального университета генеральный консул Республики Узбекистан выступил перед студентами-соотечественниками, которые в настоящее время обучаются в Казанском федеральном университете. Нам вообще важно держать связь не только со студентами КФУ, а со всеми нашими студентами из Республики Узбекистан, которые обучаются в том числе и в Республике Узбекистан. Как вы знаете, здесь у нас обучаются более чем 3800 студентов из Республики Узбекистан. И у нас постоянно мы проводим такие встречи со студентами. Сегодня у нас встреча с ними, основной темой будет послание президента Республики Узбекистан Шавкатмиром Мончим Мерзеевым к Оле Мажлису Республики Узбекистан. На встрече обсуждалось послание президента Республики Узбекистан, а также перемены, которые коснутся страны в 2020 году. Кроме этого, во время собрания студентам удалось задать вопросы генеральному консулу. После сессии вопросов и ответов генеральный консул Республики Узбекистан поздравил студента первого курса магистратуры Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Камола Бабахонова. Он стал лауреатом номинации «Иностранный студент года» и победителем Гран-при 15-й республиканской премии «Студент года Республики Татарстан» 2019 года. Эльвира Зорина, Алексей Румянцев, Универньюс. Совет молодых ученых и специалистов Казани. Это добровольное общественное объединение, способствующее саморазвитию, творческому росту и использованию научного потенциала молодежи. 7 февраля в Казанском государственном энергетическом университете состояло заседание совета. Также в этот день студентов наградили стипендии мэра. Подробности далее. 7 февраля в Казанском государственном энергетическом университете состоялось сразу несколько событий, приуроченных ко Дню российской науки. Награждение стипендии мэра и отчетно-выборная конференция Совета молодых ученых и специалистов. Конкурс – это стипендия мэра, которая проводится ежегодно, и в нем участвуют студенты-аспиранты из различных вузов в Казани и своими работами, разработками, которые могут быть актуальны для города. И как раз лучшие работы, они связаны с теми прикладными темами, которые обозначил комитет города Казани, исполнительный комитет, и студенты уже представляли проекты по этим направлениям. Награждение стипендии мэра проходит ежегодно среди студентов и аспирантов и их научных руководителей из различных вузов в Казани. Студенты-аспиранты подготавливают актуальные для города проекты и разработки. Тема работы обозначает исполнительный комитет Казани. В этом году стипендии мэра получили Валиуллин Фарид, Фархоломеев Михаил, Каратаева Елена, Кашапов Наиль, Кашапов Рамиль, Рагинов Иван, Тагиров Ленар. В этот же день на отчетно выбранном собрании Совета молодых ученых и специалистов обсудили прошлогодние события, достижения, а также планы на 2020 год. Помимо этого, важным событием на собрании стал выбор нового председателя Совета. Президентом на место в этом году стал Сергей Гапоненко, председатель парткома студентов Казанского государственного энергетического университета. Совет молодых ученых и специалистов призван содействовать профессиональному развитию молодых исследователей, преподавателей и специалистов. Диана Желенкова, Ленарда Валитьяров, Универ Ньюс. На этом у меня все. Не забывайте смотреть на социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok